Добрый день, меня зовут Павел Пусканов, я являюсь техническим директором компании и я рад снова вас приветствовать на нашем очередном докладе. Пользуясь случаем, хотел пригласить вас повысить ваш экспириенс и пройти бесплатный экзамен Microsoft по вашей млрп. Всем интересующимся могу дать ссылку, как это сделать бесплатно. А сегодня мы заслушаем доклад Киреева Артема об андроиде. Артем у нас специализируется на мобильных разработках, его экспириенс в этом направлении очень будет полезен и приятно будет его послушать. Пожалуйста. Спасибо, Павел. Всем добрый день, я зовут Артем Киреев, я работаю в компании WebMasters International в мобильной команде, глядясь в ее темнике. Предыдущий мой доклад был посвящен операционной системе iOS, которая работает на айфоне, и сегодня мы говорим об андроиде. Но мой доклад, он скорее направлен на разработчика, то есть будут рассмотрены именно аспекты, с которыми сталкиваются разработчики приложения. Ну, еще я хотел бы познакомиться с людьми, ну, кого не знаю, может быть, вы хотите представиться, рассказать о себе, ну, как его зовут, где вы работаете, и какое вы отношение имеете в виду непосредственно к этому подходу, если вы хотите. Хорошо, давай начнем с ними. В общем, меня зовут Алексей Андрей. Я закрываю три месяца назад, и в моем месте был грандский лидер, мобильных разработок, и канал «Роческопы». Сейчас я, примерно, в сутки, я смогу пригласить вас подниматься с вами. Имею отношение. А вы, с вами, с работой имеете каких-то подробностей? Айлос, Андроид, Лидии, Кундустон. Меня зовут Владимир. Спасибо за внимание, с работой, я получил менеджер в результате в непосредственно связанных с Магнитом. Ну, всех остальных, наверное, я знаю. Если вы хотите, вы можете... Ну, ладно. Если не хотите, тогда начнем. Мой доклад будет с этих трех частей. Сначала я расскажу вообще, ну, что такое Android, расскажу об его архитектуре, потом расскажу, с каких компонент состоит приложение, и в конце поделюсь опытом разработки нашего последнего приложения под Android. И я многому теме уделю, там, технологии называемые GSM, это Google Cloud Messaging. Ну, расскажу позже. Ну, вообще, доклад... В докладе будет мало кода, я, скорее, буду рассказывать в общих чертах о концепциях, там, паттернах взаимодействия. Ну, если вам будет интересно, там, кому-то... Я могу привести пример кода или где-то разжевать. То есть, ну, если нужна детализация, там, не стесняйтесь, спрашивайте, я буду объяснять. Я, как бы, буду идти в общих чертах планировать. Так, что такое операционная система Android? Операционная система Android, она задумывалась как система для мобильных телефонов и встраиваемых систем, ну, а также прочих коммуникаторов, планшетов. Ну, в привычном понимании для всех нас она используется на мобильных телефонах с архитектурой ARM. Ну, то есть, это 95% где-то там, вообще, всех устройств, у которых работает. Ну, также, например, она очень классна тем, что она является open-source. Например, если мы с вами делаем какое-то устройство, там, ну, либо телефон, либо, может быть, холодильник с тачскрином, да, там, умный, мы можем не писать свою операционную систему, а пойти и скачать ее, адаптировать под наш процессор, да, ну, скорее всего, это будет ARM. Зачем нам переписывать ее? Мы купим процессоры ARM и сделаем. Ну, то есть, операционная система, на самом деле, не только для телефонов, также для, она очень популярна на рынке встраиваемых систем, да, которые могут себе позволить ставить мощные ARM процессоры. То есть, тут речь не идет о каких-то системах, которые могут работать от маленьких батареек, там, датчиках. Это уже, скорее, о системах, там, с тачскринами и прочим. Это очень популярная сейчас тема. Итак, ее разработка началась в 2003 году компанией Android Incorporation, и позже, в 2005-м, ее купила компания Google, и они начали разрабатывать все это дело вместе, и первый телефон выпустился в 2008 году. Как я сказал, эта уже система является open-source, но она, наверное, и предполагалась как open-source, а также она написана на ядре Linux, поэтому она по-любому будет open-source, потому что они используют ее в качестве их разработки. И она уже портирована на многие архитектуры процессоров, ну, и, в принципе, у нас есть возможность ее тоже куда-то портировать, на свой процессор, на какой-то, например. Но архитектуру можно представить следующим образом. Разработчики не стали разделать свое ядро, то есть работу там с памятью, с периферией, и взяли ядро Linux версии 2.6, адаптировали его для ARM процессора, то есть выкинули там, собрали, ну, Linux ядро можно собирать, выкидывать нужные модули, собрали, специально адаптировали, собрали его для ARM. Потом они взяли уже проверенные временем в third-party library, да, вот, например, АВС их тоже используют, там, такие как FreeType, ну, практически все вот здесь, они в АВС их тоже используются. И также, ну, это как бы следующий уровень, да, этот весь код написан на C, на C++, то есть он является машинозависимым, нативным. И в качестве слоя для разработчиков они выбрали машинозависимый код, то есть Java ByteCode. Наверное, они сделали это по следующим причинам, ну, потому что они сами, ну, компания Google не контролирует выпуск железа, и чисто теоретически их опрессионная система может работать под любым процессором, например. И тогда бы разработчикам, если бы этот уровень был написан на C, на C++, приходилось бы писать несколько версий программного обеспечения, то есть тестировать его на архитектуре ARM, на архитектуре x86. Но они решили эту проблему так, они сделали, они сказали, что конечные приложения будут писаться на машинозависимом байк-коде Java, да. Кстати, существует также возможность писать непосредственно на C, на C++, то есть есть такая там NDK, по-моему, Native Development Kit называется, то есть разработчики игры это любят, ну, кто там делает серьезные игры, типа GTA 3 на андроиде, они, наверное, на Java не будут писать, они возьмут и напишут на C++ подарок, ну, и проверят на ARM, потому что почти все телефоны на Android по мануарам, может быть, x86 сейчас появляется, не знаю. Вот, ну, и что они сделали, они виртуальную машину, не взяли стандартную, не взяли ту, которая была в Nokia, которая Java, EME, Mobile Edition, они написали свою. И каждое приложение, которое работает в андроиде, для него запускается отдельный процесс со своей виртуальной машиной. Следующий уровень – это слой application framework, непосредственно с которыми сталкивается разработчик конечных приложений под андроид. Ну, тут все стандартно, то есть там, например, там, менеджер календаря, там, менеджер геолокации, ну, такие вещи. И последним слоем является непосредственно наше конечное приложение, а также приложение, которое входит непосредственно в саму операционную систему. Поставка стандартная, там, как телефон, браузер. Вот. Есть какие-то вопросы? Что такое Dalek? Dalek – это название виртуальной машины. А что это такое Dalek? Я не знаю. То есть, не знаю, что это стоит на слово. Для того, чтобы начать разрабатывать на Android, не нужно ничего специфичного, то есть, не нужно никакого железа. Берем нашу любимую операционную систему, скачиваем SDK, скачиваем там Eclipse, скачиваем Java SDK и работаем. Но вот мне как бы Google нативно считается Eclipse, она бесплатная. Мне больше нравится JetBrains Idea. Она, кстати, есть Community Edition, она тоже бесплатная. Я как бы в ней работаю. Но я еще в ней работаю по той причине, что я пишу по DOS, и там такая... У JetBrains тоже есть обкод. Вот они очень похожи. То есть, там одинаковые шорткаты, они выглядят одинаково. То есть, я спокойно приключаюсь там, прям в один день между тем и тем, и не чувствую никакого дискомфорта. Потому что там Xcode и Eclipse, они там кардинально отличаются. Их нужно обе знать. Их не знать ни одной. Я пишу продукцию JetBrains. Ну и, кстати, у них еще есть этот ReSharper. То есть, в Visual Studio можно настроить шорткаты, и вообще будет все то же самое. Я как-то спрашивал у них, не хотят ли они выпустить для C Sharp такую среду. Они сказали, что не хотят, потому что они не могут сделать редактор такой, как в студии есть. Вот почему-то так. Android существует... Сейчас две главных версии. Это версия номер два и версия номер четыре. Первой является версией эта устаревшая. Третья задумалась под планшеты. А четвертая является непосредственно мерзжем второй и третьей. То есть, она рассчитана на планшеты и на телефоны. Но сейчас, если посмотреть статистику, это статистики четвертого декабря. Все равно больше половины пользователей сидят на телефонах со второй версии. Четверка, она только как бы появляется. Это именно телефоны, больше не планшеты? Я не знаю. Нет, это не телефоны, а планшеты. Внутри это точно планшеты. По-моему, она даже на телефонов не работает. То есть, можно... Вот. Так как Google не контролирует железо, которое он выпускает, в отличие от Apple, то есть, их операционка может работать где угодно. И разработчики, каждый уважающий себе разработчик телефонов, наверное, не имеет в своем арсенале телефон на Android, то существует проблема фрагментации. Ну, или не проблема, не знаю, наверное, проблема. То есть, как ее можно решить вообще? То есть, все... Google классифицирует следующим образом. Они делят все свои дисплеи по диаконали, но это размер в дюймах, да? Планшет... Планшет – это, наверное, X-Lerge или Lerge. Normal – это обычный телефон, small – маленький. То есть, это размер диагонали. И также у каждого устройства есть плотность экрана. То есть, сколько точек на дюйм. Вот MDPI – это 160 точек на дюйм. HDPI – это 240, X-HDPI – 320. Ну, например, там Retina, да, в iPhone – это... Она чуть меньше, чем X-HDPI. Но самым подсовом является непосредственно вот такой телефон. 160 точек на дюйм. И у него разрешение в пикселях вот такое. Что такое DIPI – я расскажу на следующем слайде. DIPI – это некая помощь от Google, концепция, которую они предлагают, чтобы помочь разработчикам лучше верстать. То есть, DIPI – это Device Independent Pixel. То есть, пиксель, не зависящий от устройства. То есть, мы верстаем под одну диагональ, и на всех телефонах с разной плотностью наша верстка будет выглядеть одинаково. Ну, вообще, верстка очень напоминает верстку под веб. То есть, там надо все делать как бы относительно стараться. То есть, например, в iPhone мы можем себе позволить захардкодить там конкретно в пикселях, где будет там какой-то контрол, и все это, блин, классно работает, и нет никаких проблем, пока не выпустили 5 iPhone. Но там тоже мало проблем. Там швина-то одинаковая осталась. А вот в Android мы не можем себе позволить такой роскоши, и приходится верстать, как настоящий веб-верстальщик. Так, ну что тут еще? SP это, я не знаю, как оно расшифровывается, это то же самое, только используется для размера шрифта. Соответственно, вот в NDPI один пиксель равен одному девайсу независимому пикселю. То есть, ну, и так же. Ну, наверное, я рассказал вам про Android, что хотел, и теперь мы поговорим о непосредственно еще состоит приложение, типичное под Android. Ну, можно выделить, я выделил вот три части. Первый – это манифест. Это некий XML-файл, который описывает, в общем-то, само приложение. Там описано, на каком телефоне минимальном оно будет работать, как называется ваше приложение, какие там компоненты в нем работают, какие библиотеки и зависимости, и какие разрешения требуются в пользовании. То есть, его очень как-то используют, например, там, Play Market. То есть, ну, вся информация, которая отображается в Play Market, берется из манифеста. То есть, минимальная версия устройства, там, какие разрешения потребуются, например, там, этому приложению, ну, если вы скачиваете что-то из Play Market, там написано, этому приложению потребуется доступ к календарю, к контакту. Ну, вот это вот все вот тут прописывается. Потом есть непосредственно папочка Source. Там лежит наш код, написанный на Jaya. И папочка, ну, то есть, там все классы. Весь код лежит. И папочка ресурсы. В ресурсы входит, ну, layout – это верст. Мы можем делать, например, вот, верстать под разные диагонали, делать разные папки. Если мы напишем layout large, то вся верстка для планшетов будет браться из отдельной папки автоматически, то есть, как с локализацией. Также сделано для вот этой растры. В папке drawable лежат растры, да? И Google рекомендует, если мы подкладываем какую-то иконку, чтобы мы ее подкладывали в четырех разных размерах, да? То есть, например, 32 на 32, как всегда, 48 на 48, 72 на 72, 64 на 64, например. А векторные иконки поддерживаются? Слушай, я не знаю. Мне кажется, нет. Не знаете? Это не поддержка поддержки. Поддержка поддержки. Я делал PNG-шки тоже, наверное. Ну, я просто прочитал гайдлайн, да, и сделал, как там. Я же не стал копаться. Наверное, векторе не выгодно, потому что надо тратить ресурсы на вариант растры проще. Мне кажется. Там нет такой концепции. Ну, в меню мы можем описать, там, XML-кеню, и Values – это для локализации. То есть, там лежат строки для локализации. Так выглядит ресурс. Вот файл манифестный, соответственно. Gen – это за нас. Среда генерирует Eclipse, или вот эта идея генерирует код. Мы туда не должны как бы лезть. Там ID-шник. Ну, верстка выглядит просто. Пример верстки, как она выглядит – это XML. Верстка представляет себе дерево элементов, описанных помощью формата XML, да. Особенностью является то, что все атрибуты лежат на спейсе в Android. Почему? Вот по умолчанию даже Android, а не A. То есть, приходится вот так вот все время. Ну, как бы, если ID нормальная, то пишешь просто layout-vis, она там все сама делает, все нормально. Но если в блокноте, конечно, то все. Я думал, что Ксану Гуроцкая верстка. Ну, вот, да. Ксану, кстати, более… Ой, как ты сказал? Верстка. Кстати, можно вам сказать, ID, а там есть вызывание ребят? Да, вот у них вышла версия, две недели назад там есть. А, то есть? А до этого был превью просто. Есть, есть. Могу потом покажу. Нет, поставь мне за это все же не учились, потому что нормально вызывание ребят. Я не знаю, нормальный он элемент, или какого-нибудь сложного не верстал там. Ну, он там появился вот вообще недавно. Причем это все тоже бесплатно, в Community Edition который. Ну, верстка представляет из себя, соответственно, как езде там дерево. У нас есть листы, это там может быть кнопка, текстбокс, или есть два типа viewgroup, да. Они, ну, их там больше типов, но два основных – это linear layout. То есть просто мы говорим, что элементы будут располагаться в ряд или в столбец. Мы там говорим ориентацию какую-то вертикальную или вероцентальную. И relative layout. Тут сами элементы решают, где они будут находиться там слева. То есть, допустим, я кнопка, я нахожусь снизу вот этого там, текст ареи. Ну, как-то так. А как можно заверстать разную верстку для альбома и последовательной ариентации? А тоже, да, есть там, надо папку называть, как-то я, честно, не делал, не помню. То есть это делается... Да, просто разных нам может. Кстати, в iPhone тоже. Так. Ну, тут идет речь об изолированности, то есть я уже говорил, что каждое приложение запускает свою виртуальную машину, оно работает в своего Linux-пользователя, да? Например, у Android еще есть такая концепция, что предложение состоит из Activity, я там дальше расскажу. И, допустим, мы хотим в нашем приложении показать список контактов. И мы посылаем сообщение, говорим, дай нам список контактов. И, соответственно, мы не будем его верстать, мы загружаем стандартный, и он загружается в своем процессе. То есть наше приложение не имеет доступа к его сэндбоксу, к его ресурсам и не имеет прав. Вот. Ну, при разработке приложения приходится сталкиваться с основным с написанием, с двумя вещами, с написанием двух типов классов. Это Activity и Service. А Activity – это не что иное, как код, который обслуживает наш какой-то конкретный экран. То есть в каждый момент времени на телефоне показывается один экран. Ну, возьмем простой пример, не будет сложно. Представим, что показывается только один экран, и его обслуживает одно Activity. То есть и тонал view-контроллера в iPhone, контроллера в SP.NET, MVC, и коды формы WinForms. Ну, концепция такая. Ну, то есть тут тоже применяется один из популярных паттернеров, не знаю, что там это MVC или MVC. И, честно говоря, Google про это прямо вот так не пишет, как там iOS я не стал копать. Ну, похоже, все на MVC. Но Activity, они обладают… Google говорит о том, что их нужно делать такими, чтобы они были малосвязаны, потому что чисто теоретически мы можем их использовать из других приложений. То есть мы, например, можем сделать какой-то Activity и в манифесте там определенным образом настроить его, и его может использовать, например, другое приложение. Я расскажу об этом позже. Они еще обладают свойством того, что они могут в любой момент как бы этот код перестать выполняться. То есть выгрузиться. Почему? Когда, например, мы работаем… То есть мы работаем с каким-то экраном, видим экран. И мы, допустим, это список картинок. Нажимаем на картинку и хотим посмотреть детальное описание. В этот момент наше Activity переходит в состояние паузы и сверху вылетает другое Activity. И если операционной системе не будет хватать ресурсов, оно может то Activity, которое не видно, просто убить. Ну, то есть вывозить у него определенные методы перед тем, как она его убьет, и убить. Поэтому мы должны быть всегда готовы тут сохранять ресурсы свои. Но, наверное, это касается любой операционной системы. В iPhone как бы то же самое. Ну, точнее, похожий механизм. Я, кстати, на следующем экране расскажу про него, про этот механизм. И сервисы – это специальная такая сущность, которая может работать всегда. То есть ей процессорное время дается, когда надо. То есть она не зависит от UI. И в нем рекомендуется делать все операции длительные, либо какие-то расчеты, ну, в классическом примере скачивания чего-то из веба. Тем более это нельзя делать в потоке графики. Вот в Android, кстати, первая операционная система, где я столкнулся, где прям, если начинаешь скачивать что-то из веба, она прям кидает exception и говорит, нельзя скачивать из веба в потоке графики. То есть обычная такая типичная ошибка разработчиков. Но она выявляется на этапе того, когда пользователь нажимает клавишу скачать, у него все замирает. А у них вот это на уровне exception, в runtime происходит. Прикольно. Так, немножко life cycle, да? Activity. То есть оно может находиться в трех состояниях. Ну, наверное, в четыре, не знаю. То есть это когда оно запущено. То есть человек нажимает запустить приложение, запускается Activity. У него вызывается цепочка вот этих методов. которые мы можем завирать, сделать на них какие-то вещи, да? И потом Activity работает. Ну, что может случиться? Может случиться две вещи. Либо, например, разнался входящий звонок, или мы там что-то нажали, и тогда перед нами вылезает другая Activity сверху. Нет, это разница, кстати, ситуации. Допустим, мы нажали на кнопку показать детальную информацию, и вылезает другая Activity. Тогда вот эта Activity переходит в состояние паузы и ждет, пока снова юзер-ка не вернется. Тогда вот так вот себя устанавливает. Это как бы маленький круг, да? То есть... Ну, в этот момент операционной системе может так не хватить памяти, и приложение Activity будет убить, да? Он стоп — это когда как раз происходит звонок, например, или мы нажимаем клавишу Home Screen. То есть мы сворачиваем наше приложение. Так вы замечали, если у кого-то Android, то там в приложениях нет функции выхода. Ну, то есть, ну, нигде нет. Да и в iPhone тоже нет. Потому что операционная система реализует вот такую концепцию, то, что все Activity должны потреблять как можно меньше ресурсов и уметь себя убивать. То есть, и когда мы его не видим, она входит в состояние стоп, и как только, так сразу, то есть, операционной системе что-то нужно, оно посылает нам сообщение, и все. Оно убивается. Ну, у сервисов жизненный цикл другой, они не зависят никак от интерфейса. Соответственно, работа с сервисом может происходить двумя способами. Первое, это просто мы посылаем ему некое сообщение, интент, да, я позже расскажу о нем. Сервис запускается, что-то делает, мы его можем либо сами зашотдаунить, либо он может сказать просто «Я завершился себе». Ну, скачал там картинку, да, я завершился. То есть, непосредственно сервис запускается на время работы. Вот первый вариант. А второй, это мы можем как бы из нашего UI, из Activity прибиндить сервис и с ним постоянно взаимодействовать. Ну, честно говоря, у меня нет опыта работы с такими сервисами, я делал только такими. Ну, как-то не знаю. Не приходилось. Не могу что-то сказать. Ну, как происходит взаимодействие? Взаимодействие между различными частями системы происходит с помощью некого механизма, который называется интент. Вот так называется. Само иску переводится, все знает как. Намерение. Намерение, да. на самом деле можно для простоты, почему-то у меня на канал сложен, но для простоты можно рассматривать его просто как сериализуемый какой-то объект, который ходит между процессами, между компонентами системы, да, и обслуживается операционной системой. Он состоит из нескольких вещей. Первый, компонент name, то есть кому предназначается данная посылка. Это тут указывается либо какой-то activity, либо сервис, ну, либо какой-то еще получатель. Их может быть, там еще, broadcast receiver можно получать. Второй, это action, то есть, например, вот в системе есть стандартные action, допустим, action edit, то есть мы хотим что-то отредактировать. Ну, например, там у нас есть приложение, которое мы хотим открыть ссылку. Мы посылаем в систему сообщения с action view и с датой вот этого URL, и там либо браузер, либо кто-то там служит и покажет нам. Категория-то тоже используется в операционной системе, я расскажу об этом. В extra мы можем использовать это для какого-то для добавления своей информации. То есть, если мы делаем взаимодействие между самими компонентами, мы в extra можем использовать как некий ящик для своих свойств. Flux тоже нужна в операционной системе для управления доставкой intent. Ну, intentы можно разделить на два типа, это explicit и implicit, явный, неявный. Явный, это значит, когда у нас указан компонент name. То есть, мы говорим, например, мы хотим запустить это activity и просто пишем прям namespace и класс этого activity и посылаем ему intent, и оно запускается. Implicit, это когда мы хотим что-то сказать, но не знаем, кто это будет обрабатывать. Просто говорим, мы хотим посмотреть адрес. Адрес кладем в дату, action, делаем action.new, компонент name пустой и посылаем его в broadcast всем. Кто-то его обработает, например. Для того, чтобы обрабатывать вот эти implicit intents, существуют intent-фильтры. То есть, например, каждый, кто их может получать, для операционной системы себя опубликует и настраивает фильтр. Например, мы можем сказать, что наша activity или какой-то broadcast receiver, некий компонент, который получает интенты в broadcast receiver, обрабатывает вот такие вот будут запускаться только при интентах с таким-то action или с такой-то категорией, или с такой-то датой. Это также используется для того, интент-фильтры используются для того, чтобы понять, чтобы в операционной системе понять, кто может что обрабатывать. Например, в андроиде есть стандартный экран, это launcher. То есть, где список всех наших приложений находится. Для того, чтобы ему понять, что там отображать, в каждом нашем приложении должно быть одно activity с таким интент-фильтром, который категория launcher и action main. Это значит, что это activity в состоянии ответить на интент, который означает запуск приложения и он относится к категории launcher. И таким образом вот эта программа launcher, запуска, она спрашивает операционной системе дай мне все те activity, которые могут себя запустить. И мы видим список всех приложений. То есть, это вот так работает. А куда это пишется все? Это либо в манифест, либо просто описание в коде то же самое можно набрать. То есть, либо из XML можно прочитать, вот это пример из манифеста, либо в коде можно то же самое написать. Ну и еще, например, допустим, мы пишем какое-то приложение, там, альтернативу YouTube, и хотим, чтобы система на все стандартные экшены, типа, посмотреть видео в интернете использовала нашу программу тоже. Мы объявляем в манифесте то, что мы умеем отвечать на запрос action view с датой видео, например, с Android Minituck. И таким образом, при нажатии в операционной системе на кнопку посмотреть видео, будет показан список приложений, которые могут обработать. Это будет браузер, YouTube приложение, если стоит, и наше приложение, если стоит, и пользователь уже сам выбирает. То есть Intent фильтры еще нужны для этого. Например, как в приложении в простом они используются. Например, у нас есть Main List Activity, то есть в этой галере человек смотрит картинки, потом пальцем нажимает на картинку, хочет ее посмотреть, и нам нужно запустить детальный просмотр. Мы посылаем Explicit Intent с именем класса нашего Detail Activity и операционная система реагирует на это с запуском этого Activity. Например, потом наступает какое-то событие и нам нужно обновить картинки. Мы не можем это делать в Activity, по неким кайпу, но вообще можем, но Google это не рекомендует. Я расскажу это позже. Соответственно, мы делаем все правильно, делаем сервис, посылаем ему сообщение, Explicit тоже Intent, посылаем это сервису, говорим, что будем делать, скачивать и говорим, что. То есть это уже как бы наш Action собственный. Мы его пишем в Reverse Domene, в Javi все в Reverse Domene делается. У нас например Zetcom Codemasters Tool Dev Download такой Action. Он посылается нашему сервису и он что-то скачивает. То есть это не системный Action, мы их можем делать сами, пользуясь вот такой мы делаем Broadcast ресиверы, которые умеют принимать этот интент, они его принимают. Но так все сложно, но у Google все как-то так по полочкам достаточно сложно и получается в итоге нормально. То есть в iPhone конечно все попроще с одной стороны, но тут все прямо видно люди работают до архитектуры все у них за что отвечает понятно. При разработке сложных систем это хорошо. Когда ты пишешь просто приложение возможно конечно тут сложновато. Непосредственно расскажу вам, поделюсь опытом создания нашего приложения. Я его делаю в течение недели. Вообще думаю что сделаю очень быстро за день за полтора но оказалось что все немножко сложнее. то есть я себя переоценил. Вообще для первой версии все фичи мы собрались строили мозговой шторм и решили что там сделать. для первой версии решили оставить вот эти вещи самые простые банальные вроде какой-то есть функционал мы его не так долго делаем но соответственно вот эти вещи тоже будут в следующий раз. Кто хочет может скачать или уже скачалось с Google Play надо набрать или просто написать Tool у нас в 6 приложении будет 6 висеть то есть там что-то будет Туалет и Туалет и Тугис и на 6 я помню. То есть там отслободы 3 приложения в туалет и Тугис и потом достаточно просто было выйдется ну простое SEO продвижение просто назвать его из группов Тулей и там еще в описании прям сразу мы взлетели с сотого места на шестое ну и там звездочек еще поставили несколько нормально ну приложение выглядит вот так примерно то есть это встреча встреча которая состоится сегодня также анонс будущих встреч это архив ну тут можно прийти в детальное описание там есть ссылка на слайды на видео ну планируется также слайды видео ну видео наверное не знаю локально скачивать хотя вот Радислав поднял медиа-сервис не знаю хорошая ли эта идея но слайды точно уж можно скачать в приложении чтобы в интернет не лезть закешировать так с какими значит вопросами мы с проблемой столкнулись ну вопрос первый то есть которые разработчик себе приложение задался и откуда в общем-то брать данные ну тут приходит очевидный вариант данные брать из интернета то есть не поставлять же google play с обитим данных это вообще как бы бред соответственно ну сделали веб-сервис там сейчас сейчас соответственно как можно решить этот вопрос да схема первая приложим мы спускаем приложение аналитик на сервер ну скачут данные мы их показываем ну как бы если нет интернета нет данных да ну это вариант плохой это ничем не отличается от сайта тогда встает вопрос о целесообразности приложения вообще то есть нафига нам нужно если можно сделать мобильный сайт там на штмл это будет еще под айфон работать и под виндос фон да и там под ноги сразу то есть ну то есть такое приложение наверное не имеет смысла и все те приложения которые так работают ну они ну не знаю их существование можно поставить под вопросом ну ладно это как бы мнение нашей команды может быть как-то оно по-другому происходит соответственно нужно что сделать хотя бы человек чтобы не расходовать батареи и не елся трафик да как известно батарея расходуется на радио то есть радио это включение вай-фай передатчика там и прочих да на этом очень сильно расходуется батарея и нужно это понимать поэтому нужно как можно делать меньше запросов веб-кэширов соответственно схема номер два мне она показалась классно я так сделал то есть мы лезем в базу в базе ничего нет мы лезем на сервер сохраняем данные и все ну и таким образом а как ты решаешь вопрос устаревания кэши то есть когда ты это вопрос номер два да кстати это интересно реально ну мне показался этот вариант очень классный я его сделал там сразу но потом дома вечером я посмотрел запись с конференции гугла гугл инпут аутпут конференции где их специалист рассказывал что вот прям нарисовал вот эту схему и написал антипаттерн сказал ребята вот так делать не надо потому что активити они нужны не для того нужно делать сервис и там все скачивать и вот он объяснил ошибке разработчиков кто так делает что это там приводит к номереликам и вообще это все очень плохо и он предложил очень клевых там таких три паттерна они занимают там такая огромная схема они занимают всю доску но они больше направлены скорее на кстати кто не смотрел это видео не смотрел на крит рит апдейт операции ну то есть трес это создание объектов их апдейт их удаление и получение у него там схема там с кэшами двумя двух уровней ну там просто дурдом откровенно говоря очень сложный очень сложный паттерн ну соответственно я понял что его делать кстати на форумах люди очень активно обсуждают и там у них такие разговоры у нас только вверхлоу а вы видели видео того чувака из гугла да, видели а кто-нибудь это сделал тот там да, я сделал кто-то я написал об этом книгу то есть люди реально совпарились они не могут это очень сложно и то есть нужно изучить этот вопрос конкретно соответственно я понял что у меня времени мало я не буду этим заниматься и просто упростил паттерн у нас операции одни просто скачиваем да, я сделаю все таким образом мы лезем в базу в базе ничего нет мы говорим я сделал сервис мы говорим нашему сервису начинает скачивать событие в этот момент активити может мы можем нажать вот сюда там да можем нажать вот сюда нам могут позвонить это не важно сервис работает скачивает данные То есть он их скачивает с нашего сайта, с веб-сервиса, и кладет их в базу. Это все делает сервис. После того, как он все это сделал, он шлет рассылку, то есть шлет интен. И если какое-то активити в этот момент находится на экране, оно подписывается. Когда оно появляется, оно подписывается и говорит, я хочу получать интен с таким-то экшеном, который кидает сервис. И, соответственно, если скачивание произошло в тот момент, когда активити на экране, оно тут же получает уведомление и обновляет свои данные. Если активити не было на экране, то оно при старте везет в базу и спрашивает, есть ли там что-то еще. То есть с кем работает. Ну, тут есть вопросы какие-то. То есть реализовано вот таким образом. Ну, это то же самое, что предыдущая система. Просто как вот Google рекомендует, что не надо скачивать в этом. Можно за таким большим вопросом? Да. Это отземельное приложение? Нет, нет. Это отдельный класс в моем приложении. А, то есть сервис – это в одном процессе с UEO? Да. Сервис в одном процессе с UEO. С одним пользователем в одной рентуальной машине. Нет, мы можем это сделать в другом приложении, да, но это в данном случае совсем не нужно. Сервис... В нашем приложении может быть куча сервисов. Куча активити, куча сервисов. Сервисы, они не зависят от UI, что ты делаешь, активити – это обслуживание. Это как поток активный, да? Они работают в отдельном потоке, да. Ну, то есть плохой сценарий – это в активити создать поток, фрид, да, что-то сделать, его там убить. Хороший сценарий – сделать сервис, в котором уже там есть этот поток, там это сделать. Вопрос два. Про инвалидацию кэша. Как часто обновлять данные? А ну, даже это может не про инвалидацию кэша. Какие тут, ну, просто, что приходило в голову там, соотношение от простого и неправильного, может, при каждом запуске приложения. Ну, такой – это вообще вариант плохой, а в Android он очень плохой, потому что у нас вообще нет такого понятия там, выход из приложения, то есть непонятно, когда есть запуск происходит. Может быть, один раз. При смене табов, ну, в принципе, вариант рабочий. Человек щелкает, ну, такой, что-то там обновляется. Глупый на работу. Расписание. Вариант вроде сложный. Тут несколько вариантов, там, каждые пять секунд, каждую минуту. Каждый раз, когда сервис скажет при предыдущем запросе, ну, как бы сложно, если сервис, чтобы сервис решал следующее обновление, непонятно, как это делать алгоритм, да, он может дать сбой. Если опрашивать каждую минуту или каждую несколько секунд, ну, это просто издевательство, да, такие приложения надо удалять. То есть, оно будет сажать ваш, и так, несчастный аккумулятор, то есть, оно будет прям конкретно сажать, то есть, HTTP polling сажает больше всего телефон, ну, и будет кушать трафик. Зачем так делать? Это плохо. Потребный пользователь – отличный вариант рабочий. Человек нажимает меню «обновить», он хочет обновлять, да, но вариант рабочий за исключением одного недостатка. Ну, люди могут это не делать, да, или они не знают, ну, зачем им это делать. Соответственно, самое правильное решение – это вот эти два. Когда захочет пользователь, и когда данные реально изменились на сервере. Да, ну, тут возникает другая проблема, вот с этим. Ну, когда захочет пользователь, вариант, как бы, можно опустить, но я его не опустил, потому что мне он нравится, и, допустим, я не люблю программы, вот, очень умные, которые за меня решают, там, когда синхронизироваться, да, допустим, какой-нибудь спорттрекер взять, и там, там вот нет, по-моему, кнопки синхронизировать. Я вот там на велосипеде покатался, я хочу, чтобы запостить свою поездку на сервер. Я включаю, значит, телефон, Wi-Fi, захожу на свет, там нет ничего, и что я там начинаю тыкать по табам, и непонятно. Должна быть кнопка синхронизации, явно. То есть это, чтобы люди не раночь, она должна. Это сделано для этого. А это правильное решение. Когда данные обновлять на сервере? Соответственно, возникает вопрос, как это сделать? Это сделать просто, да? Нажимаем клавишу, появляется в нее, обновить данные. Это нативный способ для Android, еще раз говорю. То есть если вот на iPhone, там, и в некоторых приложениях на Android, есть push-to-release, то есть вы видели, да, понимаете, о чем? То есть мы тянем, и, ну, как это там, приложение ВКонтакте есть. И в почте, и в твиттере везде есть. Да, да. Он обновляется. Но вот, кстати говоря, обновить данные в Android, не так уж, хоть это ее официальная версия, но ее использовать не всегда, далеко не всегда, и чаще используют этот push-to-release, потому что твиттер на этом сделан, почта, как правило, на этом сделана. Поэтому пользователем привычнее уже становится использовать push-to-release, чем вот такой вариант. Ну, потому что это проще. Тут нажмешь две кнопки, а там просто тянешь, а так вот один раз проводишь, и все. Не, ну это удобно, но в официальном Gmail приложении есть кнопку, вот, обновить. Ну, Google, как бы, говорит... То есть Google так рекомендует. Google говорит, да, так. Он еще говорит, это по следующим причинам, потому что все-таки анимация Android списков, она не такая клевая, как в iPhone. Там все как-то, вот, и там не очень прикольно это делать. В iPhone, да, это реально прикольно смотрится. В Android нет. Ну, люди просто копируют концепцию. Да, возможно, там такие крупные приложения, как Twitter ее скопировали, и ВКонтакте, там, ну и прочее. Ну, не знаю, это, наверное, хулевал. Это хулевал. Еще при нажатке кнопки «Минеты» может быть не только обновить данные, там могут быть еще настройки, много чего-чего-чего. Вот, и постоянно среди вот этих пунктов искать, там, обновить, он не будет таким большим, как сейчас. Поэтому, ну, очень, ну, большинство этого штаба будет делать. Хотя, да, хотя вот это так вот приписывают. Ну, да, это реально такой вопрос уже скорее юзабилити, причем тут есть разные сторонки. Просто программистам, да, как бы вот, сейчас вот я просто слышал, мы в беседу говорим, там, это же не нативно, там, на андроиде так, на андроиде так не должно быть, должно быть так. Это говорят те, кто разрабатывает на андроиде. А вот если выйти там в поле и спросить у человека, а как тебе привычнее обновлять, там, ну, скажут, да вот так, все. Ну, да, может быть. Вам понятно, ну, как будет? Нет, ну, я так понял, что этот путь, push, toll, релиз, он пришел с айфона, я так понял, с айфона, с айфона. Ну, я просто, да, человек в поле, он же не сидел тогда на айфоне, он сидел в твиттере, у него есть почтовые клиенты, которые так делают. Вот это намного более веский аргумент, чем он не сидел на айфоне. Он привык просто так уже делать постоянно, когда каждый день он заходит там в твиттер и смотрит. Ну, вот такие приложения, они просто ломают концепцию гугла, я думаю, наверняка есть юзабилити команды, которая разрабатывала, как вот человек должен себя вести, там, может быть, они ошиблись, да, то есть у них есть там реально свой, они навязывали пользователю свой юзер экспириенс, да, что есть кнопка меню. Некоторые приложения его ломают, то есть, ну, да. А может, просто стало стыдно так делать, как в айфоне, и они решили, а как еще можно сделать при фоне, там, звание не сделаешь, ну, не будем же мы туху повторять то, что сделали там Apple, да, давайте сделаем как-нибудь по-другому. Ну, и нашли выход более-менее такой приемлемый. А когда первый айфон зарелизал? А то был в сентябре. В 2008-м, в 2007-м. Ну, там интерфейс уже не был. А вот современная версия 2.3 сейчас. Кого? Адроида? Да. Ну, 2.3.3 и 4.2.3 старые и 4, которые, на которой нет. А 2.3, когда появилась и пошла у нас 2.2, 2.1, ну, я пропустил, ты на первом случае не было. Позже, раньше, но... Позже, наверное, в прошлом году. Нет, ну, позже, позже, позже. Нет, ну, там еще была версия 2.2 и 2.1, они все очень похожи. Ну, там... Нет, 2.2 и 2.3, там уже партинальное различие. А то, что это до 2.3, в общем, до 2.3 и 5, они все одинаковые. 2.3 они там что-то стоят. А что там такого? А я не помню, что точно. Техническая, это, я говорю, со заказными проблемами, подотемные приложениями. И заранее остановились на ветке 2.2 и выше, потому что 2.1 уже не поддерживает много цифра. Да, я знаю, я тоже написал по 2.2, потому что 2.1 много чего не поддерживает. То есть, IPA 8. Так. Ну, так, ну, что, тогда, идем дальше. Когда данные обновятся на сервере, да, то есть, ну, вообще, идея есть, как это делать? Google, что-то там. Что? На первом слайде было. Что? Google, что-то там. Да, да. Сигноры. Чифра. Ну, первое, наш типик полим бестолковый механизм, как про списание. Полим каждую секунду, да, жрем батарейку, тратим данные. Ну, нельзя делать. Ну, тут сейчас появляются всякие, там, модные веб-сокеты. Ну, непонятно. То есть, я реально не следую, как это использовать на телефоне. Наверное, это плохо. Там, поднимается эти списки соединений. Непонятно, как это будет работать с роутерами, там, и прочими, в общем. Ну, соответственно, Google предлагает свое решение, называется Google Cloud Messaging. Сейчас я про него расскажу. Ну, сеть новая, появилась с 26 июня 2019 года, но до этого была C2DM. Это аналог Apple-овской APN на Apple Push Notification. То есть, наверное, у Microsoft что-то тоже. Вопрос тоже. Какие цели? Оно увеличивает время жизни батарейки. То есть, приложения, ну, то есть, приложения рабочие на телефоне Android используют один канал, чтобы сходили все сообщения. Это, возможно, какое-то гугловское TCP-соединение. Вообще, исходники-то есть, можно посмотреть. Вот они говорят, что у них есть некоторое TCP-соединение какое-то, они его иногда поднимают. Ну, также эти приложения могут идти там вместе с другими по HTTP-трафику какому-то. То есть, ты там полез хабр почитать, в фигах тебе пришло. В общем, в Мин-8 так же работает. То, что они так долго очень хвалились, в Мин-8. В Мин-8, особенно, на таблетках, опять же, для них стало просто батарейки. Я не знаю, кто-то тупого украл, потому что все истории, ротки, все ростов, но... Вообще, то есть, это у всех есть, да. Да, у всех, да. Как, сожалению, нет. А в iOS тоже самое смотрится? Ну, как, Apple Push Notification, ну, очень похожая технология, да. Вот эта технология, она, как бы, заметно лучше APN-а, то есть, по фичам, по простоте разработки. То есть, например, чтобы ее использовать, там, чтобы вот просто ее внедрить, я потратил 4 часа, да. Вот просто я ничего о ней не знал, я открыл SDK, я что-то там зареялся, чтобы с Apple Push Notification, когда с тобой все, я потратил 2 дня. То есть, я там приходилось писать свой TCP-клиент, который обслуживается в ней. Тут нет вот никакого TCP, есть HTTP, да. Ну, HTTP – все просто. TCP – это реально надо слушать сокеты и делать какие-то телодвижения, это сложно. Соответственно, в Google, у них там много фич, я о них позже расскажу. Google хвалится в том, что любой запрос они обрабатывают за это время. То есть, мы присылаем туда запрос какой-то там, и, как бы, за это время они нам отвечают и делают рассылку. Мы используем его для двух вещей – как раз для обновления данных, когда оно происходит на сервере, и для, ну, поста, там, новостей, не знаю. Вообще, кто-то стал это приложением, кстати? Кто-то поставил, но почему-то их здесь нет. И даже ссык написали. Что такое ссык, кстати? Это не у тебя скидер. Даже кто-то где-то где-то. Значит, как работает… Ну, я расскажу об этой сети на примере нашего обновления данных, да? То есть, человек ставит наше приложение, и приложение там регистрируется в гугловской сети. Это фича SDK, мы это не писали. Получаем некий registration ID, это просто строка уникальная. После этого приложение, этот регистрируешься на ID, передает нашему веб-сервису. Ну, мы его запоминаем, эту строчку. То есть, мы знаем, что у нас в нашей бот-нет-сети есть вот такой телефон, короче, да, с таким этим. Ну, можно туда что-то слать. Соответственно, registration ID уникальный на каждое приложение, на каждый телефон. Потом наш администратор, ее сейчас нету, делает обновление на сервере. И после этого, ну, уже не администратор, а сам этот наш сервер, видит, что данные изменились, и шлет непосредственно сообщение в этот же Google Cloud Messaging. И сообщение выглядит вот так. То есть, просто обычный HTTP-сообщение. Authorization key – это, там, наш секретный ключ для авторизации на Google. В общем-то, там, с 2 секунды делается. Мы передаем массив всех телефонов, кому хотим передать сообщение. Ну, об этом я расскажу чуть позже. И это наш custom PLO, custom data, да, то есть, ну, это просто. Посылаем action, update data. Телефоны получают сообщение, ну, вот в таком виде обычно. Вот это они получают, гарантированно, как это JSON получает. Ну, и, соответственно, как они только его получают, они вяжут на наш сервер и обновляют данные. То есть, мы контролируем, когда телефоны обновляют. Я покажу, как реально работает, все похоже. Как работают новости, да? То есть, также JSON можно использовать, нести какое-то сообщение, размер этого сообщения. Сейчас, извините. Размер этого сообщения может достигать 4 килобайт. Можно очень много чего записать. Соответственно, новости у нас постятся сразу. Ну, тут я ошибся. Action тут news на самом деле. И дата там, ну, какая-то. Текст новости, он появляется вот тут вот в уведомлении. Ну, я тоже покажу. А вот это JSON вообще custom? То есть, action data, это мой? Да, это мой. Data, это мой JSON, любой вообще. Это мой объект. А вот эти поля, они по гайдлайнам. Это фрейм. Соответственно, у нас есть специальная форма. Мы, я покажу, делаем пост новости. Сообщение идет сюда и доставляется на все телефоны. Так. Какие фичи Google говорит, что у них есть? Фича, то, что они гарантируют, то, что сообщение будет доставлено. Допустим, мы поставили сообщение, телефона не было в сети, потом телефон появился, они доставлено, да? Мы говорим, мы можем указывать сообщению время в жизни. От нуля до, от нуля секунды, четырех недель. То есть, мы говорим, сколько где-то ему в облаку хранит сообщение. Соответственно, как только телефон появится, он его получит. То есть, нам нужно реализовывать механизм того, что телефон получил, не получил, это все Google за нас делает. Ну, некоторые свойства, как оставить лайф, что я рассказывал, то есть, сообщение можно в это время жизни. Если оно в нулю, то сообщение вообще не будет храниться. То есть, если не было телефона, ну, значит, не было. По умолчанию, если не задать, это четыре недели. Это же значение является максимально. Вот очень классная фича называется месседж-мультикартинг. То есть, например, когда делаешь, то есть, мы сразу можем в одном сообщении показать до тысячи адресатов. Это очень круто. Потому что, когда ты делаешь такую фичу под iPhone, приходится писать сервер с очередью, который, если у тебя тысяча телефонов, он вот так вот пошел, 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 по одному сообщению, да, фигач. А вот эту вещь можно вообще сделать, то есть, моментально. Вот она у нас даже сейчас реализована, без Windows-сервиса, без какого-то. Она просто успевает отработать за время одного типичного запроса. У нас есть просто форма, да, послать новость. И прям в ней же идет пост на Google. Я знаю, там, это неправильно и плохо, но это работает. И будет еще работать, пока у нас не будет, там, 10 тысяч телефонов. А у нас их не будет. Соответственно, Google, мы шлимем вот такой запрос. Google нам отвечает, ну, вот, например, на таким сообщением. Говорит, сколько он послал, сколько успеха у него, сколько он успеха. Там говорит мне информацию. Что к коллапске? Прикольная вещь. Мы ее используем для экшена, что... Экшен 1 – это значит, что нужно обновить данные, да, вот первый случай рассказывает. То есть, допустим, телефона не было в сети, а у нас произошло три изменения там. Ну, наш администратор сделал три изменения, и ушло три сообщения отсюда. Как только телефон появляется в сети, он не получит три сообщения. Они все вот по этому ключу, по коллапске, как бы смерчатся, и получат только посреднее сообщение. То есть нам не нужно три раза обновлять данные, мы ее обновляем только один раз. Даже если изменения будут получены. Ну, как бы прикольная фича, ну, возможная, да, такая. Еще прикольная фича называется троттлин. Как раз, ну, мы ее сейчас не используем, но скажу, как мы ее мало используем, да. Допустим, тот же сценарий, наш администратор делает какие-то изменения на сервере и хочет всем сообщить об этом. Что будет, если у нас будет 10 тысяч телефонов? Они все, и они будут, ну, там, половина из них будет в сети. 5 тысяч телефонов будет в сети, и они все получат сообщения и полезут к нам. Соответственно, ну, это большая нагрузка на сервер. Ну, нафига это надо, да? Это можно там решить использованием... Ну, естественно, да, тут нужно поднять кэш, там, все такое. Ну, ладно. Это снимет некоторую нагрузку на базу данных, но не снимет нагрузку на сервер. Что можно сделать? Можно поставить такой атрибут delay while item. Это значит, что это сообщение не будет сразу... То есть Google Cloud Messaging не будет сразу доставлять им это сообщение. Он будет доставлять им, ну, как получится. То есть, например, если, когда этому телефону придет какое-то другое сообщение, заодно уйдет и наше. Да, там, вот такие случаи, Google их описывает. Ну, как бы не сразу. Они их все получат, ну, с каким-то интервалом времени. Его там тоже можно задать. То есть delay while item, но не позже того. А, ну time to light. Значит. То есть это не срочно. Таким образом мы можем избежать вот DOS-атаки. То есть, по времени раскидать эти запросы. Давайте я вам покажу, как это работает. Потом расскажу немножко о Google Cloud. Ну, сначала покажу, наверное, как работает обновление данных. Сейчас я сделаю копию дисплея. Ну, допустим, у нас есть вот такой LOG сервер. Да, я специально сделал, нашел некий такой фреймворк, очень красивый, как open source, который показывает логи LOG FUNET в вебе, очень красивый, но он нам подойдет вполне. Ну, это просто логи сервера, да? Соответственно, вот сейчас что там было? Допустим, наш администратор изменил данные и хочет, чтобы все телефоны сейчас их обновили. Ну, я сделал для этого заглушку. Не используйте ее, не ломайте наш сервер. Я ее после доклада через несколько часов уберу. То есть, я вызываю метод push-events. Такое сообщение мы только что послали в Google. В сеть GSM. То есть, success 14, один фейлер, то есть, error not registered. Какой-то, видимо, телефон был зарегистрирован, но теперь нет, да? Кто-то ушел с нашей боссети. Теперь мы смотрим, что произошло на сервере. Вот только что запрос, который я послал. И всего один телефон его получил и сейчас к нам полез. Хотя в предыдущий раз, вот если мы посмотрим, я посылал сегодня с утра в 10.31, в течение, то есть, там, ну, 20 минут вот столько телефонов обновили, да? Ну, я не знаю, как они там получают эти данные, через какое время, может быть, сейчас больше будет. То есть, они потихонечку начинают, ну, подтягиваются. И забирают данные, вот. Ну, пока один, не знаю. Не знаю, с чем это связано. Вообще, по опыту, эта вещь лучше работает в сетях сотовых операторов. То есть, если мы находимся в Wi-Fi, почему-то у некоторых точек режет трафик. То есть, люди не получают эти сообщения. Ну, вот, это была первая, ну, показалось, что первый фич работает. Радислав, можете просить, если несложно, зайди из своего аккаунта, администраторскую, пошли, новость какую-нибудь пошли, у меня просто нет права. Ну, ты можешь сделать, кстати, это вот с этого компьютера. Делай, пожалуйста. Чтобы... Вот, я удобно. То есть, вот, а я попробую получить это дело. Ну, если мне еще подошли, у нас вот этим тачпадом пользоваться над вами. Ну, может, или есть, ты же... Пальцами как-то... Как конфет, да? Какой фунт с хочешь делать? Слушай, я вообще войти хочу, куда-то он уехал. Давай, может, тебе поможешь? Слушай, ребят, он себя чувствует, да? Кропки нет, она скрыта. Как это? О, ехали. А что вы здесь? Ну, оно на проекте. О, на работу. О, штабируй. Прописывай. Отвечай. Сейчас тут нет никаких уведомлений. Сейчас Радислав пошет новость, и мы ее получим. Напиши привет, спасибо всем пришедшим на наш доклад в Англии. Ладно, нет русских пунктов. Нормально? Нет, там нет русских пунктов. Я хочу знать. Короче, не будем мучить. Нажал? Нажал. Время обработки запроса. Время обработки запроса. Не наем доставки. Сети была и прочее. Нет, там нет вообще, это не реализовано. Ну вот, мы получили сообщение. что-то пожелаю. Как поработать? Ты сейчас в Wi-Fi увидел? Не знаю. В Wi-Fi. А G7 я сейчас не получил. Ну, не знаю. Мы работаем. Почему? Получили G7. Получил? 3G. Я сейчас не хватил. А почему-то я не получил? Молновенно работать. Теперь проигнорируй. Чтобы не было одновременно. Кстати, Артем, а звука никакого нет. Что? Звука никакого нет, когда приходят сообщения. Ну, нет, да. Я не хотел бесить людей. Да. Сейчас. Мы здесь сегодня встали. Новости актуалов. Мы не мы сегодня вообще не говорим. А вот чисто теоретически можно как-то ассоциировать вот этот абстрактный одежды к живым человеку? То есть поставить галочку, как я хочу поставить. Да, легко. Ну, смотри, как их делается. Чтобы ассоциировать с кем-то, у тебя на телефоне должен быть какой-то логин, да? Логин через Facebook. То есть когда ты вошел через Facebook, у человека есть этот токен Facebook. И сервер знает, что вот это приложение на этом телефоне работает, это вот этот пользователь. Он пишет registration ID, ты выкладываешь таблицу пользователя, и, пожалуйста. Можно сделать чат. Ну, тут считал, нужно сказать немножко про Google Play. Правда, я не знаю, что про меня особо рассказывать. Там как-то все-таки просто получилось. То есть регистрация стоит 25 долларов, чтобы выкладывать приложения любые. В Apple четырёх дней. Время, за которое выходит приложение около четырёх часов, в Apple там, ну, больше, недельное. Причём приложение, по ходу, вообще никто не смотрит. То есть еще и… То есть можно, можно… То есть после модерации? Да, после модерации. Ну, и никаких проблем, не знаю, не встретил, поэтому не знаю, что рассказать. Если что-то хотите, спрашивайте. А без Google Play можно просто поставить приложение? В итоге… Ну, как, можно ходить с ноутбуком и ставить своё приложение. Можно. То тебе интересно. Можно на ПК-шку приложить? А, да, ПК-шку. Единственное, только, вместо самого приложения только еще на Google Play, то ПК-шку приложить с тем, там, включён, с которым… С подписи, наверное. Ты подписываешь сертификатом своим… Ну, там, опять же, сертификат в МИЛИЦ, там, 25 лет, как он говорит. Ну, ты можешь подписать, ну, сама, допустимая дачка, подписывать сертификат для разработчика. Это одно. Но ты ему перед релизом Google Play подписываешь своим сертификатом, который, собственно говоря, через который уже будет обновляться дальше. на Google Play, соответственно, от всего устройства. Вот, соответственно, АПК-шку с этим подписываем сертификатом, который был в МИЛИЦ, ну, можно просто в вашем интернете скачать, потому что оно нормально умножается на Google Play. Да. А еще на данном рынке, вообще, в каждой стране сейчас, по-моему, не передовой, есть отдельные маркеты и приложения. Ну, в том числе, сейчас есть Яндекс, например, Ледов. У АМАЗОНа, по-моему, есть. И везде два авто дворца, где строить? А? Нет, я про Google. Ну да, у Google же не один маркет, а разные есть маркеты. Это точно. Ну, не у Google, а у есть альтернативный маркетинг. Да, не у Google, а альтернативный маркетинг для Андрохина, да? Да. Я, кстати, про них забыл совсем, даже когда разрабатывали. И там, ну, кстати, они сейчас набирают популярность больше, потому что там продвижение как-то проще. Ну, в силу того, что менее конкурентно, да? То есть, если у Google Play хоть там есть разделение, там, страны, мы видим, да, там, но все равно там сложнее продвигаться, потому что есть приложение популярное, оно все равно выходит в топ почти везде. Вот. А если у тебя, ну, как говорят, к сожалению, у нас нет маркета для Тулы, где вообще просто долго, да, продвинуться. Ну, да, и Тулы. Но, например, вот, если у тебя предложение нацелено на Россию, то тебе намного будет проще продвинуться в Яндекс.Маркете, там, приложение, ничем не будет. А вообще, кто пользователь этих альтернативных маркетов? Ну, то есть, почему, что придет, что придет человека на альтернативный маркет? Яндекс, сейчас, ну, у них есть партнерки с мобильными производителями, даже уже струнгом, они там заявляют, что будет встроен уже Яндекс.Маркет тоже по телефону, как в Google Play. Да. Если брать Амазон, там Pindle Fire, у него свой есть уже встроенный маркет, а там Амазон, куда можно покупать, сканчивать. Там не только можно бесплатно покупать. Там отчисления мне, я не буду сейчас точно предоставить, но, по-моему, и отчисления меньше, потому что это бесплатные приложения, и там, по-моему, на альтернативных маркетах меньше платишь комиссию, чем… А вот, получается, это больше все-таки на Kindle Fire? Ну, ну, да, да. Там… Ну, у них, честно, братья, большая. Там это и Kindle, и даже есть очень большой класс. А вы вот какие приложения… Вы сами продаете какие-то приложения мобильные? Нет? Просто народ ищет… Про монетизацию могу рассказать, если интересно. Вот. На всех… Ну, честно говоря, они продавали приложения, но просто про это тоже наслышан. Как бы люди на Android, они не привыкли покупать. Вы ничего не продадите. То есть… Ну, это приложение, понятно, нет смысла продавать. Это то же самое, что он там поставить бабушку и брать деньги за вход, да? Это бред. Ну, если мы им пишем какую-то игру, допустим, да, там… Люди на iPhone ее купят за доллар. Люди на Android ее не купят. А они… Им поэтому нужна версия с рекламой. То есть, например, как компания, которая зарабатывает деньги тем, что делает мобильные приложения, ну, если это ее основной бизнес, да? Она выпускает версию на iPhone сначала. Получить отдачу. То есть, у них идет процент, ну, у них три цифры, там… 90… Продажи – это 95% продается под iPhone, и там… 5% под все остальное. То есть, вот так. То есть, какой… И они для Android делают вот так. Вопрос такой неоднозначный, я не соглашусь. Android тоже покупают. В силу того, что количество устройств Android больше, чем устройств iPhone… На порядок. Эти проценты, они неравномерны. То есть, если на 95% там… А тут 5. На самом деле, эти 5 по количеству будут… Ну, образные. Не-не, я говорил о процентах продаж и нового приложения в разных маркетах. То есть, ну, например… Если вы продали… 95% продаж – это iPhone. 5 продаж – это Android и там… Soul On. И как бы… И все вот так вот. Нет. Смысл какой? Ну, там больше покупают, с этим никто не спорит. Потому что там больше покупают. А по поводу стратегии… Сейчас больше идут во Free-to-Play. То есть, условно-бесплатные там, вначале, там несколько уровней… Ну, да. Ну, он гребет в живое время. Там ты проходишь не скоро, потому что дальше… Да. Сламывают больше, конечно, на Android. Ну, конечно. Ну, вот, чем на Android. А потом… Ну, то есть, не факт, что… И далеко не факт, что все идут там через рекламу. Да, есть там бесплатные приложения, которые… Реклама есть такой. Но больше сейчас идут Free-to-Play, дают пользованию типа поиграться, потом просят денежки. И… А еще более развивается… Ну, не в таком статажном объеме… Это внутренние покупки. Иногда прочесть. Но это все относится в основном к играм там. Ну, хотя нет, да. Даже у Эльдомонда вот есть там такие фичи тоже. А это и есть как бы, по-моему, основной уровень всех, которые до сих пор мы имеем. Ну, в принципе, да. Вообще, я вчера просто вот… Общался человеком, который не имеет никакого отношения к IT. У него есть телефон на Android. Он мне жаловался на то, что… Он, значит, скачивает приложения, а там реклама. Я говорю, ну, ты же их не купил. Смотри рекламу, это честно. И видели, купи их. Он говорит, нет, говорит. Я, говорит, знаю, есть приложение, которое блокирует там рекламу. То есть есть приложение на Android, которое блокирует рекламу бесплатных приложений. Ну, конечно, я думаю, она в Google Play вряд ли будет. Ну, сами ребята страшные просто выключили интернету все. 3G и можно играть без рекламы спокойно. Она будет играть. Ну, вообще, конечно, я, может быть, это в России, так, за рубежом, наверное, люди все-таки как-то привыкли платить 30 рублей за там труд людей, там, многомещение, не знаю. По-моему, в этом не… Да здесь тоже привыкли, если к этому потихонечку приходят. И, к сожалению, не у всех даже пластиковая карта есть. То есть, если вот, например, у меня там… Муж сестры моей жены недавно купил тебе планшет, я его там его настраивал на Android, вот, и он говорит, ах, тут чего? Я говорю, ну карточка есть пластиковая? Он говорит, есть, что ты денег получаешь, там, нет. Я говорю, ну понятно. Я говорю, а вот тебе нужна пластиковая карточка для того, чтобы купить. А еще девяносто там, а то он там услуг Gmail для того, чтобы тебе искать. А еще люди боятся то, что если они зарегистрируют их карточку в iPhone, в Apple или в Google, у них будут к раздению. Ну да. Apple будет к раздению. Или NTS. Да? Или NTS. Да. Вот. Ну, в общем-то, мой доклад подошел к концу. Спасибо за внимание, там, если какие-то вопросы еще моменты. Тесты я видел, у тебя папочку. Как тестирование организуется? То есть это юнитест или пустая папочка? Эта папочка пустая, но, честно говоря, юнитесты там есть. Нет, там я юнитест один писал на конвертацию, да. Про функциональное тестирование я ничего не могу сказать. Там, по-моему, есть что-то встроенное. Ну, то есть, про тестирование UI есть, да? Ну, юнитесты, да. Естественно, они везде есть, да? А димашить как? Это нормально. Это приложение. Ну, как? Запускаешь? Эмуляторы изменить. А где хочешь? Очень классно. Кстати, еще могу рассказать, почему эмулятор Android медленно работает. Потому что некоторые продаются, фу, говно, а почему это медленно работает? Эмуляторы, потому что эмулятор написан на архитектуре ARM. То есть, и на самом низком уровне используется преобразование команд ARM в команды x86. То есть, эмулятор iPhone, он написан под архитектурой x86. И ваши приложения там будут работать не так, как на телефоне. На телефоне ARM, на эмуляторе x86, да. Реальный код конечный, он разный, а вот на андроиде одинаковый. Из-за того, что эмулятор на ARM написан, и какая-то библиотека просто ретранслирует команду. Многие разработчики не реализуют сразу перенос на SD-карту часть данных приложения. То есть, они все ставят на телефон. Там есть возможность перенести данные, привести приложение на SD-карту. Потому что они все переносят, но большая часть ее будет переносится. У меня просто вопрос, я не понимаю, почему многие разработчики этого не делают сразу. Сейчас, еще раз. Почему разработчики... Приложение весит 10 мегабайт. У меня на моем LG P500 это весомый датковик. Груз на нем будет. А ведь можно сделать проще. Можно сделать, перенести на SD-карту. Часть данных переносится на SD-карту. И телефон начинает работать шутрейд. Потому что на нем меньше датков. То есть, почему приложение автоматически после загрузки... Не автоматически, нет. Почему вообще не реализовывают функцию переноса данных на карточку приложения? Но когда мы скачиваем архив, вот этот APK с Google Play, он же, наверное, кладется, потому что к памяти... Он в телефон, да? Нет, я имею ввиду в дальнейшем. А когда разворачиваются? Нет возможности потом. Я вот сказал приложение, зашел в настройки приложения, там список приложений установленных, зашел в это приложение, перенести на SD-карту, такого нет. А, причем, потому что приложения нет данных. Я написал приложение, которое больше не стоит. Я, кстати, вчера с этим столкнулся, у меня с жены кончилась память на внутренней... Внутри телефона. Я пытался его вчера что-то почистить, и я не очень понял... Сейчас объясню. Сейчас, если я правильно понял, вопрос в том, почему не у всех приложений есть кнопка «Перенести данные». Все, отлично. Структура приложения, когда мы его разворачиваем на телефоне, да, из APK, она состоит из нескольких папок. То есть там есть папки для кэша и папки для данных. Чисто теоретически там может не быть ничего и переносить нечего. То есть у нас просто есть набор картинок какой-то там. Он вот лежит там, его нельзя сдвинуть. А, например, в нашем приложении есть база данных и есть кэш-картинок. Их мы можем перенести. Но я не могу перенести иконки, которые внутри приложения. Но их там, слава богу, килобайк. Наверное, поэтому... То есть нужно иконки в базе данных, получается. Ну, наверное, да. То есть, да, поставлять базу данных... Ну, да, это просто очень болезненно, отрицательные там приложения, которые... Ну, новостных. Ну, например, новостных. Там массив информации, когда приходит, он на порядок больше, чем просто предложение. Ну, вот как раз там есть возможность так реализовать. Просто разработчики в ленинге. У нас нет. У нас сразу на флешку тащатся. Он помолчает? Вот это правильно. Конечно. А если флешки нет, то как? А, кстати, нашу нельзя переносить на ЭТ-карту. А флешки переносить на ЭТ-карту? Ну, тогда... Молча. Пау-пау. Но зато можно обновить кэш. Как тебе язык дышал? Оно не в нормальный язык, конечно. А с какие нормальные языки? Нет, ну классный язык. У меня... Я на него как бы... Прямо сразу сел и начал писать. Ну, я шарп как бы... Семь лет шарп и... Спокойно вообще. Он такой же, как шарп. С некоторыми отличиями. То есть, это там не объектив си куда... Ну, там есть какой-то порох вхождения, да. Нужно что-то знать. Понимать, как работает там. Их механизм подсчет ссылок там и прочие вещи. А джави нет. Таких проблем. Хороший язык. То есть, и хороший высокорный язык, как си шарп. Я говорил, какой-то сайт, я думаю, как называется. Там там список такой. Что плохого в джави? Я там попал экран, наверное. Ну, а какие варианты? Если ты хочешь писать под андроид, джава... Мне он больше нравится, чем в джави. Все-таки там си, а тут джава. А там джава новенькая, восьмая или... Я чуть-чуть не разбираюсь. Не копал я в эту сторону, скажи. Причем они еще есть. У меня такая компания. Вот. Мне джави понравилось то, что есть такая фича. Ты можешь методу написать, какие эксепшены бросает. И тот, кто его вызывает, должен обязательно эти эксепшены отработать. Иначе код не скомпилится. Это очень круто. Это разработчиков наталкивает на раннюю обработку ошибок. Да? Не просто человек протестировал. А уровень компилятора. А уровень компилятора. То есть компилятор не скомпилится, если ты не отработал там parse-int-exception, например, number-format-exception. И все негативные сценарии, ты уже во время компиляции их правильно отрабатываешь. Мне это очень понравилось. То есть заканчивается он еще на проекты? Да ничего подобного. У меня он нормально. Приложение там заканчивается. Да, и у зараза... Я тебе рассказываю на уровне разработчиков, чем он заканчивается. Я тебе рассказываю на уровне разработчиков, чем он заканчивается. Ну, всегда можно там написать. Ну, тогда спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ